Здравствуйте! Это программа «Неделя города». О главных новостях пятницы и уходящей недели вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Минус маршрут. Как прошла забастовка водителей коммерческого транспорта? На живца. Чем запрещено и чем разрешено ловить рыбу? И опасный трудна. 8 июня исполнилось 196 лет со дня образования пожарной охраны Рязанской области. Уже несколько дней в социальных сетях люди спрашивают, почему в городе пропал 33 маршрут коммерческого транспорта. Горожане опаздывали на работу. Им приходилось перестраивать свой привычный маршрут до офиса и обратно. В четверг 7 июня в городе было всего несколько автомобилей на этом маршруте. Причина – забастовка водителей. Это одна из стоянок автомобилей 33 маршрута. По словам водителей, здесь около 35 единиц транспорта. Сегодня они не поехали покорять город. Сегодня водители решают свою дальнейшую судьбу. У нас вот второй день таксопарк стоит. Требуем приемлемой аренды, чтобы хватало нам на жизнь. По словам Вячеслава, арендную плату повысили еще в декабре 2017 года. Именно тогда подорожал и проезд – 23 рубля. Это один из факторов повышения арендной платы. Водители рассказали, что именно на 33 маршрутах она самая высокая. Оно и понятно – это один из наиболее востребованных маршрутов в городе. Поэтому его исчезновение и вызвало такую тревогу. Однако 8 июня обычные пассажиры никаких затруднений не испытывали. Пока одни водители отстаивают свои права, другие спокойно разъезжают по городу. На остановках общественного транспорта по-прежнему курсирует 33. Притом, судя по показателям информационного табло, они придерживаются устоявшегося расписания. Неизвестно, решил ли другой автопарк постраховать своих коллег или это те водители, которых арендная плата устраивает. Забастовка водителей маршрутного такси продлилась два дня. 8 июня начальство приняло решение снизить арендную плату. В тот же день все автомобили выехали на линию. Валерий Седов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Лето – пара отдыха на природе. Многие рязанцы совмещают приятное с полезным. Сезон рыбалки открыт, но есть люди, которые серьезно нарушают закон, используя недопустимые для лова рыбы приспособления. Рязанская природоохранная прокуратура выявила сайты, которые размещают материалы, противоречащие законодательству об охране окружающей среды. Как относятся рыбаки к запрещенным удочкам, узнала Мария Рудая. Наедине с природой, речная гладь, пение птиц, дуновение ветра – именно это притягивает многих рыбаков на реки и озера. Здесь своя романтика и спортивный азарт. Роман Мамедов подходит к делу серьезно. Рыбалке его научил отец еще в Армении. Роман приехал в Рязань в 1983 году. Закончил театральное училище и остался. Здесь же встретил свою любовь. Жена – коренная рязанка. Сейчас Роман работает плотником, а в свободное время берет удочку и отправляется на водоем. Ловить он любит наживца, а природоохранном законодательстве знает и соблюдает его. Говорит, рыбы в оке много, причем самых разных видов. Платвы, окушки, мы оконами называем окушки, подлежек. Крупную рыбу, конечно, пока мы не ловим. Когда после 10 июня начнутся там хищники, тогда мы будем ловить и судака, и щуки, и головля, и жерех. Стараемся будет ловить. Михаил Ковалев тоже любит мужской отдых с удочкой с детства. Он использует только разрешенные методы лова. Для прикормки использует перловку и геркулес для наживки червей и опарыш. О том, что есть браконьер, Михаил знает и относится к этому однозначно отрицательно. Ну, знаете, чем? Вот приехал, что поймал, то поймал. А лает, мешками тачит куда-то на продажу, и куда-то так рыбы толком нету. Ну, это несерьезно вообще так. Это нажива, а это удовольствие. За соблюдением природоохранного законодательства строго следит природоохранная прокуратура, сотрудники которой провели мониторинг сайтов, продающих товары для рыбалки. В результате были выявлены сайты, которые размещали информацию, противоречащую закону. С целью устранения данного нарушения природоохранная прокуратура обращается в суд с требованием к Роскомнадзору запретить распространение данной информации. На настоящее время в 2018 году судами удовлетворено три таких исковых заявления. Принятие судами решений является основанием для Роскомнадзора для блокировки соответствующих незаконных сайтов. Используя незаконные приспособления для лова, браконьеры наносят непоправимый урон окружающей среде. Применение незаконных орудий лова и способами массового истребления водных биоресурсов ведет к сокращению или уменьшению популяции водных биоресурсов. Также приводит к уничтожению кормовой базы, к уничтожению и к ухудшению среды обитания водных биоресурсов. То есть в конечном итоге это приводит, конечно, к уничтожению, фактически не просто к добыче, а к уничтожению водных биоресурсов. Можно много говорить о защите окружающей среды и экологической безопасности. Но несоблюдение даже элементарных правил приведет к печальным последствиям. Например, краснокнижная стерлядь, которую вылавливать запрещено, является настоящим санитаром рек. Мария Руда и Станислав Кудряшов, Олег Парамзин, телекомпания «Город». 8 июня рязанские пожарные отметили профессиональный праздник. 196 лет исполнилось со дня образования пожарной охраны в нашей области. С тех пор бравые огнеборцы готовы прийти на помощь каждому жителю региона. В честь праздника прошло торжественное собрание, где наградили наиболее отличившихся сотрудников МЧС. Подробнее расскажет Мария Рудая. На страже благополучия общества этим людям покоряется огненная стихия. Евгений Евсин пришел в пожарную службу более 20 лет назад. Сейчас он является начальником новомичуринского филиала «Центр-112». Он получил награду за спасение детей на пожаре. Михаил и его команда приехали на тушение пожара пятиэтажного жилого дома. Жильцов пришлось эвакуировать. Детей выносили на своих руках. Спасатели признаются, за годы службы невозможно привыкнуть к чрезвычайным ситуациям. Всегда остается волнение, большей частью, за людей. Каждый выезд – это все новое, однообразных пожаров нет. Это все разные пожары получаются. Что трава горит, что дома горят, что какие-то установки горят. Это все разное. Каждый раз волнение, каждый раз обдумываешь, каждый свой шаг. Только за последний месяц в Рязани произошло два крупных пожара на заводах. Спасатели мобилизовали все силы и справились с поставленной задачей. Сейчас в регионе работает более двух тысяч пожарных. Ежедневно на сутки заступают до 350 человек. Для спасения людей и тушения пожаров используется новейшая техника. Конечно, сейчас у нас на вооружении стоит новая техника, новые технологии, высотные подъемники, другие средства спасения людей. Конечно, в первую очередь для нас важны пожарные, спасатели, люди тылового обеспечения, финансового и другого. Все, кто работает для того, чтобы своевременно, в короткие сроки прибыть на помощь людям. Даже в свой профессиональный праздник Сергей Филиппов волнуется за благополучие людей и призывает быть осторожными. Наступил пожароопасный сезон, что необходимо своевременно реагировать на загорание, на задымление. Ну а наш телефон, как обычно, 101 по мобильному и 01, и мы всегда придем на помощь. На торжественном собрании в честь дня основания в Рязани пожарной охраны лучшие работники получили заслуженные награды. А у тех, кому присвоили очередное звание, засеяла еще одна звездочка на погонах. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». К новостям недели. Поисково-спасательная служба Рязанской области начала свою работу в 1997 году. На протяжении 21 года бравые бойцы работают как на территории региона, так и в дальних уголках России. Однако сейчас служба эта находится под угрозой закрытия. Тульская область, крушение самолета, теракт, когда там спасатели выезжали из нескольких областей, из ближайших поднимали тела, разбирали вот эти груды металла. Помимо этого у нас, конечно, не представлено здесь на стендах. Это наши сотрудники выезжали на ликвидацию. Потом это 10-й год пожары, осенний переулок, 16-й год. То есть мы выезжали и вот это ликвидировали. То есть служба действующая, рабочая, уникальная. Александр Розов и Юрий Новиков рассказывают о каждой фотографии, которая висит в здании аварийно-спасательной службы. Здесь представлены как момент осучений, так и реальные чрезвычайные происшествия, в ликвидации которых участвовали спасатели Рязанской области. Железнодорожная авария, авиакатастрофа в Тульской области, лесные пожары в нашем регионе и многое другое. Однако есть в их службе и другая, темная сторона. По словам сотрудников, с 2013 года им недоплачивают заработную плату. Сотрудникам отряда недоплачивали зарплату с 2013 года, с 2013 по 2017. Вот это все выявилось именно сотрудниками подразделения. Мы обратились в трудовую инспекцию. Трудовая инспекция отметила, что все эти факты, которые мы указали, все в соответствии действительности, был наказан работодатель. По словам спасателей, за последние пять лет многим не выдали крупную сумму денег. Долг руководителя Андрею Березину около 70 тысяч рублей. И это не самая крупная сумма. Задержка по зарплате у Юрия Новикова около 100 тысяч рублей. Мужчина поступил на службу в 2000 году. Отдав спасению жизни и здоровью людей 18 лет, теперь он вынужден обращаться в суд, чтобы получить законные деньги. Грудь Юрия украшают ордена и медали за эквидацию чрезвычайных ситуаций, в которых он побывал. У нас не дают за просто так медали. Это все где-то за что-то. За леса, в лесу. Это от губернатора. Это участие ликвидатора ЧАЭС за дом, за осенний переулок. То есть это заслуги режим ЧАЭС. Подобные медали есть у всех. Аварийно-спасательная служба Рязанской области участвовала не только в ликвидации региональных ЧАЭС, но и были неоднократно командированы в районы ЦФО и на Дальний Восток. И за достойную службу сотрудникам до сих пор полностью не выплатили денежное довольствие. Сейчас у нас в судах 15 дел. То есть нам выплатили часть заработной платы. Но в судах остается до сих пор 15 дел. И по ним еще решения судов нет. Одна проблема повлекла за собой другую. По словам спасателей, теперь их службу просто хотят закрыть. Зайдя на сайт правительства Рязанской области, увидели документ, который готовится на наш взгляд это постановление, которым будет отменено, скорее всего, предыдущие постановление об аварийно-спасательной службе Рязанской области. Наш представитель, который нам помогает в судах, человек, она позвонила исполнителю, телефон там был указан. И нам ей сказали четко, что отряд наш будет расформирован. Аварийно-спасательное подразделение появилось в Рязани 12 сентября 1997 года. Тогда в штате числилось всего 15 человек, на вооружение у которых были только подручные средства. Спасатели начинали с выездов на дорожно-транспортные происшествия. Постепенно сотрудников обучали новым навыкам и умениям. И теперь характер работ, который выполняет подразделение, огромен. Спасатели участвовали в тушении лесных пожаров летом 2010 года и разбирали завалы после взрыва бытового газа на осеннем переулке. Здесь была и своя кинологическая служба. Пять бригад кинологов и шесть вольеров для собак. Теперь в аварийно-спасательной службе дежурит только Гай. Ему 10 лет. Всех остальных сотрудников уволили вместе с собаками. Сотрудники спасательной службы считают, что кинологическая служба региона была лучшей в Центральном федеральном округе. А теперь от нее остались только пустые вольеры, как напоминание о былом величии. 21-летняя служба в рядах спасателей в скором времени, по словам сотрудников, может прекратиться. 23 человека останутся без работы. На вопрос, что они собираются с этим делать, сотрудники ответили «бороться». 5 июня они записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину и выложили его в общий доступ в сети интернет. Уважаемый Владимир Владимирович, уважительно просим вас разобраться в сложившейся ситуации и не допустить ликвидацию аварийно-спасательной службы в регионе, так как от этого будут страдать обычные люди, которые могут отказаться, оказаться в любой чрезвычайной ситуации либо опасной ситуации и остаться без своевременной квалифицированной помощи спасателя. В ГКУ РО Рязанская областная противопожарная спасательная служба ответили на вопросы сотрудников. В официальном письме говорится, что в настоящее время осуществляется создание аппаратно-программного комплекса под названием «Безопасный город» в рамках реализации распоряжения правительства Российской Федерации. В соответствии с постановлением, один из вариантов развития событий это перевод аварийно-спасательной службы Рязанской области в оперативную систему оказания первой помощи гражданам, включающей работу по единому номеру 112. Также в письме сказано, что проект постановления правительства Рязанской области размещен только для обсуждения. Правительством области этот вопрос пока не поднимался. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. В понедельник на картонно-рубероидном заводе произошло серьезное возгорание. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. Пламя выше неба говорят о таких возгораниях. Пожар второй степени сложности. Из четырех возможных в нашем регионе произошел на картонно-рубероидном заводе. Первыми забили тревогу рабочие. Они услышали странное шипение и шум. Вышли на улицу, после чего в рабочем помещении произошел хлопок и начался пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 13 часов 42 минуты. Прибытие пожарного подразделения первого был подтвержден повышенный ранг пожара. У нас автоматически предусмотрен этот объект. Горело там производственное помещение по производству битумной мастики. Площадь пожара составляла порядка 600 метров квадратных. Было сильное распространение пожара в самом начальной стадии. Я так понимаю, что в результате какого-то хлопка был выброс этого продукта. И площадь сразу бы прибыть составляла порядка 600 метров. В тушении пожара принимали участие почти 50 человек. 18 единиц техники. Огнеборцы использовали пенные стволы и высотную технику, среди которой автолестница и коленчатый подъемник. Пожар был полностью ликвидирован в 15 часов 58 минут. Тушение пожара осложнялось тем, что на результате этого хлопка конструкции были разрушены, некоторые несущие. То есть была угроза обрушения перекрытия самих этого здания. Поэтому внутрь пожарные не заходили. И высокая температура горения вот этих продуктов, нефтепродуктов так называемых. А также сложности были с водоснабжением территории этого объекта. Пожарный гидрант, он не соответствовал по резьбе нашей пожарной колонки. То есть приходилось это по другому способу, другим способом забирать воду. Стоит упомянуть о том, что с момента последнего пожара на промышленном предприятии не прошло и месяца. Напомним, возгорание на заводе «Технофлекс» произошло 22 мая. Тогда тоже возникли проблемы, но с подъездом к месту пожара. Завидное постоянство, которое говорит то ли о халатности, то ли о ненадлежащем использовании оборудования. Самое главное, что жители города сразу проявили активность. Стали появляться фотографии в соцсетях с вопросами, что произошло. Сотрудники МЧС как раз сейчас устанавливают причины пожара на картонно-рубероидном заводе. Мария Рудая, Олег Парамзин, телекомпания «Город». Не секрет, что журналисты всегда находятся на передовой, будь то стихийные бедствия, массовые беспорядки или зоны военных конфликтов. Начиная с 90-х годов, при выполнении своих прямых обязанностей погибло более 300 сотрудников СМИ. Тогда и зародилась идея помочь журналистам не растеряться в разных чрезвычайных ситуациях. Для этого и был придуман специальный курс под названием «Пастион». В 2018 году такие занятия впервые проходят в Рязани. В строю журналисты и видеооператоры, знакомые лица как с регионального СМИ, так и с федерального. Всего 35 представителей средств массовой информации участвуют в учебно-практических курсах под названием «Пастион». На одну неделю они сменили домашний уют на военные палатки. Ежедневно им рассказывают важные для их профессии правила, как оказать первую помощь, выбраться из толпы негативно настроенных людей и многое другое. Чтобы сберечь его жизнь, надо научить, как он должен действовать. Это главная задача – сберечь журналисту жизнь. Вторая задача – не мешать нашим правоохранительным органам, Минобороны, МВД, МЧС, Национальному антитеррористическому комитету выполнять свои обязанности. 6 июня на учебно-тренировочной базе отдела Росгвардии Призанской области прошли учебно-практические курсы. Представителям средств массовой информации показали различные методы работы силовых ведомств. Все занятия были приурочены к грядущему чемпионату мира по футболу. Первая учебная точка – это работа саперов. По легенде, на футбольный стадион прибывает транспорт с болельщиками. Каждого фаната обыскивают с помощью металлоискателя и отводят на безопасное расстояние. Здесь в дело включается кинологическая служба. Собаку зовут Винч, и ей 8 лет. Она присутствует на всех инженерно-саперных мероприятиях, если нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, или поступает звонок о заложенной бомбе. И здесь Нюх Винчи не подвел. Она находит самодельное взрывное устройство, или сокращенно – СВУ. Об этом сразу же докладывает сотрудник. Майор с собой обнаружил подозрительный предмет, возложенный свой предмет, обозначенный по велосипедам. Внимание! Организовать оцепление, отвезти граждан на безопасное расстояние. На вызов оперативно прибывает инженерно-техническая группа. У сапера в руках две коробки. Одна из них – устройство под названием «Туман». Она заглушает радиосигнал сотовых телефонов, чтобы взрывное устройство не смогли активировать. В другой – оборудование для разминирования. После оценки специалист решает вынести СВУ из машины и взорвать в безопасном месте. Для этого используется специальный щуп длиной 2 метра. Взрывное устройство извлекают и относят в специальную зону. А после этого следует подрыв. Следующая учебная зона – кинологическая. Здесь представителям СМИ показали взаимодействие сотрудника с собакой и ее умение выполнять различные команды, как рядом с бойцом, так и на расстоянии. А после – необычное зрелище – задержание злоумышленника. Практически все учебные зоны усеяны гильзами, следами былых учений. Такие курсы многих журналистов и операторов выбивают из колеи. Здесь пистолетные выстрелы звучат куда громче, чем с экранов телевизоров, а от автоматной очереди бросают в дрожь. По легенде, на третьей учебной зоне, в двухэтажном доме, террорист захватил заложников. Цель бойцов СОБРа – освободить с минимальными потерями. Представители СМИ предупреждают заранее – лучше не стоять у них на пути. Сотрудники будут работать в полную силу. Старшая группа начинает отсчет перед штурмом. Пять, четыре, три, один. Спустя несколько секунд старшему группу докладывают, что террорист ликвидирован – заложник в безопасности. На вопрос журналистов, как лучше вести себя при штурме дома, боец СОБРа отшучивается – не мешать и слушать команды. Цель данных занятий была прежде всего показать репортерам, как себя вести в данных экстремальных условиях с целью осветить проходящие события и как минимизировать последствия и остаться при этом живыми. Основные правила поведения в подобных специфических ситуациях важно знать не только представителям СМИ, но и обычным людям. Ведь в подобной ситуации может оказаться каждый. Однако именно журналисты рассказывают о них, находясь буквально на линии огня. Так и здесь. Подобные крупные планы бойцов СОБРа не снять с дальнего расстояния. А при штурме дома или взрыве снарядов для красоты кадра иногда приходится подходить на опасные расстояния. А порой ситуация бывает куда хуже. Пустующий перрон имитирует вокзал Рязань-2. По легенде, сюда прибывают футбольные болельщики. Здесь уже дежурят бригады журналистов. Однако в толпе фанатов находятся люди в состоянии алкогольного опьянения, которые и провоцируют беспорядки. Чтобы утихомерить провокаторов, сюда прибывают бойцы ОМОНа. Задача правоохранительных органов – отделить провокаторов от журналистов. Притом так, чтобы никто из них не пострадал. Учебные курсы «Бастион» проходят с 2006 года. Этот поток – 18-й. За все время существования курсов сертификат об их прохождении получили больше 900 человек. Что примечательно, в зарубежных странах существует свой «Бастион». Подобные курсы есть в Англии, например, курсы «Центурион». Но, во-первых, там в основном уделяется только медицине внимание. Учат журналисты, как оказать первую помощь себе, своему коллеге. То у нас, конечно, программа очень расширенная. И те, кто были на курсах «Центуриона», особенно наши коллеги из центральной прессы, из Раши туда, из центральных каналов, говорят, что наши курсы намного выше и более квалифицированы. Представителям средств массовой информации предстоит пройти еще много обучающих лекций и практических занятий. Для них это только середина учебного процесса. Однако, после его окончания они будут куда более подготовленными профессионалами своего дела. Валерий Седов, Олег Парамзин. Телекомпания. Город. В Рязани впервые прошел региональный форум гражданского общества «Детям». Он приурочен сразу к двум датам – Дню защиты детей, которые отметили 1 июня, и Дню России. В рамках форума прошло множество интересных и важных мероприятий. На некоторых побывала Мария Рудая. Детский досуг, развитие творческих способностей и наличие места для отдыха. Обсудили на заседании круглого стола взаимодействия семьи, образовательных организаций и общества в интересах развития личности ребенка. Обозначили проблемы. Есть большая проблема подготовки дошкольников. Есть большая проблема того, что в районах не так развито дополнительное образование, в районах Рязанской области, как в городе. И вот эти проблемы мы обсуждаем. Есть пути решения, есть примеры решения. Коллеги рассказывали, как организована клубная деятельность, как организована людьми, общественниками различные проекты, которые позволяют это развить. В соседнем зале прошел научно-практический семинар «Актуальные проблемы информационной и психологической безопасности детей». В нем приняли участие руководители общественных организаций, работающих с юными рязанцами, педагоги и представители епархии. Здесь поднимались темы, актуальные для страны в целом. Мультикультурализм, толерантность, общество потребления и проблемы деструктивных культов. Еще одна важная задача – с самого детства научить отличать, что в жизни точно пригодится, а что может навредить. Еще одной площадкой для проведения регионального форума «Общество детям» стал Рязанский эколого-биологический центр. Здесь ребята собрались для того, чтобы пройти экологический квест. Главная цель этого мероприятия – привлечь внимание детей к проблемам окружающей среды и совместного их решения. А еще ребята смогли весело использовать и провести время на свежем воздухе. Мы решили использовать именно форум квеста, потому что ребята находятся сейчас на отдыхе, в лагере. И им эта форума будет самое активное проявление себя. И, конечно, для организации этого квеста мы, самое главное, использовали эту познавательно-образовательную цель. Изначально у нас была именно по экологической тематике. Пища для ума и работа для мышц. Эко-квест – прекрасная возможность познакомить детей с экологической культурой через игру. Сами ребята были рады такой возможности. Сейчас принимала участие в эко-квесте, в котором мы разделились на команды и выполняли разные задания, связанные с экологией. Мы проходили несколько станций, на которых мы отвечали на вопросы, связанные с природой. Я узнала много нового, как выглядят, например, личинки разных насекомых, как выглядят разные деревья некоторые и многое другое. Мне очень понравилось. Я считаю, что такие квесты надо проводить чаще. Восемь интерактивных площадок, где ребятам предстояло нарисовать свой экологический знак и плакат, пройти эко-блиц, узнать о раздельном сборе мусора и познакомиться с самыми разными насекомыми. Вот, смотрите, это у нас ручейники. Так как у них много врагов, они строят себе домик. Домики могут строить. Вот видите, это осок такое растение. И со соки построен домик. В этом чудесном бассейне у нас личинки, насекомых, личинки. Есть ракообразные, есть моллюски, есть пиявки. Вот, у детей было задание. И всего этого разнообразия. Они должны были найти деток-стрекозы. Еще на одной площадке мальчишки и девчонки смогли повторить свои знания по биологии и узнать о новых деревьях. На небольшом участке расположено четыре хвойных дерева. Пихта, сосна, вот это лиственница и ель. Дети должны угадать правильно эти деревья и дать точный ответ. На каждую новую площадку команды должны были перебежать с уже готовым заданием. Учитывалась скорость выполнения, уровень знаний и, конечно, смекалка. А еще у участников была уникальная возможность пообщаться с Глашой и Агатой, которые паслись на траве рядом с одной из площадок. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Ароматные специи, рыба, выловленные из глубин наших морей, колбаса, сыры и много чего другого можно найти на выставке от Абхазии до Камчатки. Здесь понравится как гурманам, так и любителям натуральной продукции. Фермерские продукты в центре Рязани. Такую возможность предоставили организаторы выставки от Абхазии до Камчатки. Здесь вы найдете только натуральные продукты. Огромный выбор приправ и специй. Более 30 наименований. Красная жгучая аджика, аджика с грецким орехом, пряные и острые специи превратят обычное блюдо в кулинарный шедевр. У нас есть соль абхазская, сванская. Ее можно добавлять во все блюда. И дозировка точно такая же, как и у обычной белой соли. Также есть гранатовая. Ее можно применять. Ее применяют к мясу. Гранат за счет своей кислинки размягчает мясо. Делает его более сочным и нежным. С момента открытия выставки у прилавка с рыбой было не пробиться. Очередь выстроилась до самого входа. Прежде чем купить продукт, вежливые продавцы дают его попробовать. Все продукты отличаются высочайшим качеством. Основная масса продукции – это Краснодарский край, это Краснодарский чай, Абхазская аджика, сыры Краснодарского производства, сыры из Адыгеи, мягкие сыры. Ну, а уникальность – это в том, что все то, что сейчас лежит в Рязани на полках, буквально несколько дней назад еще томилось в печах Краснодарского края. Также здесь можно приобрести вяленое мясо, сырокопченые колбасы, тсуджу и другие деликатесы. При производстве не используются усилители вкуса и добавки. Все только из мяса. Отдельное место занимают сыры. Представлены адыгейские сыры, сыры из Армении. Все очень вкусное, все натуральное, шикарнейшие сыры. Стоит попробовать, я вам советую. Это все идет домашнее, без всякой химии. Делается из настоящего козьего, овечьего и коробьего молока. Жители Рязани уже успели попробовать и оценить уникальную продукцию. Морепродукты очень хорошие. Икра хорошая, красная. И оленина тоже мне понравилась. Для рыбы перец горошком купила. Для мяса там еще купила. Рыбу купила, икру купила. Больному человечку. Очень довольна. Икру, сельди, семгу, сельдь. Мед, сладости, варенье из лепестков роз, еловых шишек и еще множество вкусных и полезных продуктов вы найдете на выставке от Абхазии до Камчатки. Она будет работать до 16 июня. Вас ждут ежедневно в торговом центре «Премьер» на третьем этаже. Мария Руда и Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это были самые интересные новости уходящей недели. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова